Всем большой привет! У моей очень хорошей, близкой, знакомой скоро день рождения. Я долго думала, чем бы так порадовать человека. Почему-то мне пришла идея подарить ей набор Ифраше. Я очень надеюсь, что он ей понравится. На самом деле Ифраше в последнее время радует своими классными дизайнами, а также пополнением ароматов вкусных, на мой взгляд. И, в общем, я выбрала вот такую вот дополнительную коробочку-украшалочку. Мне кажется, очень так симпатично смотрится. Красивый, насыщенный бордовый оттенок и вот такой вот орнамент. И каким же наполнением я решила заполнить коробочку? Здесь у нас два геля для душа. Один гель для душа из серии, которая мне очень понравилась. Овес и гречиха аромат. Второй гель для душа, он идет из новой коллекции. Морозное личи. Знаете, аромат такой немножечко с кислинкой. Действительно, какое-то ощущение морозности присутствует. Также я взяла объем 390 мл лосьон для тела. С ароматом кокосовый орех. И последнее, что я решила еще сюда положить, это гаммаж для тела. Он тоже идет с ароматом кокосовый орех. У Ифраше есть гаммаж на гелевой основе. Здесь он идет на кремовой. Потому что я подумала, что сейчас холодно. И как раз кремовая основа больше подойдет по сезону. Что еще? Ифраше сам дополнительно приложил в подарочек вот такое вот полотенце как комплимент. Вот такое вот наполнение. Я очень надеюсь, что подарок понравится. Но оформление действительно. Мне и дизайн упаковок очень нравится. Мне нравится, что они переоформили. Все очень, мне кажется, по-современному смотрится. Итак, что же мне подарили за такой заказ, точнее, покупку блокнотик. Дополнительная упаковка к блокнотику. Вот блокнотик, скорее всего, оставлю я себе. Потому что, насколько мне сообщили, блокнотом человек особо не пользуется. Скажу, что я сильный фанат блокнотов. Ну, почему бы и нет. Единственное, видите, он не в клеточку и не в полосочку, а в точечку. Расскажите, кстати, в комментариях, какие блокноты вы больше предпочитаете. В полосочку или в клеточку? Я, наверное, больше в клеточку. Хотя вот блокнот, которым я сейчас пользуюсь, он у меня в полоску. Все, как обычно, нелогично у женщин, да? Так, что еще мне в виде комплимента подарили? Тоже миниатюру Гамаша получается. С ароматом органия и роза. Скажу сразу, что роза здесь совершенно не ощущается. Возможно, под горячей водой, пока я буду принимать горячий душ, и раскроется этот аромат. Но сейчас из тубы пахнет чем-то сладеньким и приятным. Я с удовольствием, мне кажется, воспользуюсь этим Гамазом. Как раз сейчас, пока холодно, мне хотелось чего-то сладенького в душе. Вот, пожалуйста. Также мне подарили брошюрку, в которой собраны разные предложения и скидки. Я не очень, честно, поняла, действует ли данное предложение в отрыве от буклета. Не знаю точно. Или, я так понимаю, можно в целом... Помните, раньше просто и Фраше выдавал буклеты, и только исключительно вот можно было вырезать, допустим, или там, не знаю, пометить как-то, что вы уже использовали этот буклетик. Здесь не очень понятно, можно ли данными предложениями воспользоваться. Просто прийти в магазин и что-то выбрать, не очень понятно. Кстати, вот почему-то вот в этом магазине не очень большой ассортимент. Не все ароматы были представлены. Вот, кстати, свечей я что-то даже не видела. Но в целом есть очень даже неплохие предложения для подарков. И плюс, повторюсь, у и Фраше очень, на мой взгляд, яркие, красивые упаковки. И в виде подарка все это неплохо даже смотрится. Быстренько покажу вам предложение. Если кому-то интересно, если не интересно, можете пролистать. Вот, пожалуйста, для очищения. Ходовые средства для лица. Я, кстати, больше предпочитаю средства для тела у и Фраше, хотя знала, что многие пользуются средствами для лица и тоже довольны. Вот, из более дорогой линейки скидочные предложения неплохие, судя по тому, что здесь нарисовано. Так, мужские наборчики. И ароматы. У меня, кстати, когда-то был аромат Эвиденс, мне его дарили, но я что-то с ним не подружилась. И в итоге отдала подруге. И, пожалуйста, декоративные средства. Я вообще за то, чтобы средства использовались, и если они совсем мне не подходят, я с удовольствием предложу их кому-то другому. И если мне предлагают что-то, допустим, я тоже никогда не отказываюсь. Еще мне подарили вот такой вот купончик на скидку на следующую покупку. Конечно же, эти купоны не действуют на покупку средств с зелеными кругляшочками. Это, на самом деле, подарок на день рождения. Но впереди еще новогодние праздники, и надо подготовить столько всего. Рассказывайте. Любите ли вы делать заготовки подарков заранее к Новому году? Либо, как и многие, просто в последний момент бегаете по магазинам и стараетесь закупиться. Это все покупочки и подарочки, которые я хотела вам показать. А на этом прощаюсь с вами. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я вернулась домой после корпоратива. Очень классно провела время. Изначально я сразу планировала, что у меня будет смоки. Вот так он, кстати, выглядит. Это тени Dior на подложке от Tarte. Да, палетка. И я планировала нюдовые губы. Блеск от Lancome какой-нибудь блестящий, да, но более нюдовый оттенок. Но посмотрела на своем зеркало вот с этим платьем в палетках, кстати, и поняла, что с нюдовыми губами абсолютно не тот образ, и я теряюсь. Поэтому решила нанести яркую помаду от Maybelline. Очень классный оттенок. Единственное, что губы немного, конечно, подустали. Будем откровенны. Такая, знаете, она вроде кремовая, наносится изначально, но суперстойкая. При этом, если вы едите какую-нибудь более жирную пищу, она потихоньку сходит с губ. Продолжение следует...